Представителю России, Брината Дмитрию Рогозину. Я сердечно вас приветствую от имени Общероссийской общественной организации Родины Конгресса Русских Общин. Я не мог не прийти на этот митинг. Я знаю, что среди вас много тех, кто был еще и в субботу на Болотной площади. Поэтому, обращаясь к вам, я обращаюсь ко всем моим согражданам, в том числе и тем, кто думает иначе. Разговор будет серьезный. Там, на Болотной площади, многие люди были недовольны положением в своей стране. А разве вы всем довольны? Разве вы довольны тем, что Москва стоит в пробку, а эти пробки обгоняют жирные коты на своих мигалках? Вы там довольны? А вы довольны тем, что те, кто ограбил страну, свинтил с нее в свои Лондоны и живут там, припевающие, и успехаются над нами? Вы там довольны? А разве вы довольны тем, в таком положении оказался русский народ, который расчленен после распада Советского Союза, когда 25 миллионов русских людей стали изгоями на своей земле. Вы этим разве довольны? Да! А разве вы можете быть довольны тем, что сегодня многие, кто приезжают к нам на нашу землю, нас же и не уважают? Разве можем мы быть довольны тем, что сегодня в России миллионы нелегальных мигрантов и этическая преступность сегодня контролирует целые секторы российской экономики? Разве вы этим довольны? Да! Россия сегодня переживает непростое время. Сегодня в Европе силы, которые проявляют себя, думают о том, что Россия может быть легкой добычей в их руках. Они сегодня разбомбили Ирак, они разгромили Ливию, они подбираются к Сирии, они растоптали народ Югославии, но они думают о России. И они ждут каждого момента, когда можно было бы воспользоваться слабостью нашей страны. Сегодня в Европе, к сожалению, не осталось ни одного лидера, кто мог бы предустоять диктату Вашингтонского обкома. У нас такой лидер есть. Это Владимир Путин. Он готов постоять за Россию, а мы готовы постоять за него. К сожалению, сегодня таких людей нет в нашей парламентской оппозиции. Потому что если бы они были готовы стать настоящими лидерами, разве они бы не пришли к своим избирателям на Баловскую площадь? Там ведь не было никого. Ни Зюганова, ни Жириновского, ни Миронова. Что ж они так испугались? Кого они испугали? Они свои народы испугались, потому что сказать им нечем. А разве есть настоящие лидеры среди тех, кто называет себя радикальными либералами? Разве не они ищели ли страну? Как они любят называть вас, стоящих на этой площади, жуликами в Арабе? Да в любой другой стране нашлось бы 30 человек, которые подали бы иск учителей, врачей, подали бы иск о чести своей достоинстве. Что ж вы молчите? В вашей партии нельзя больше прятаться за спину президента и председателя правительства. Вы должны принимать на себя всю ответственность, все, что происходит в России. Надо убрать из власти тех, кто стоят у власти ради того, чтобы иметь кормушку, кто превращает свои регионы в свои личные вончины, кто считает, что на министерство их поставили на кормление. И партия власти должна самым жестким образом бороться с жуликами, ворами и предателями, которые есть, к сожалению, везде. Поэтому сегодня я хочу сказать вам, у нас одна страна, и нельзя ее делить. И те, кто были на Болотной, те, кто сегодня на Манежной, мы граждане одной великой страны. И мы должны ее защитить. И я хочу вас научить главному лозунгу, который сегодня на устах всех подрядов России. Это лозунг «Слава России». Возьмите кулак, зажмите его, расправьте свои плечи, расправьте грудь, вдохните поглубже и скажите «Слава России! Слава России! Слава России!» Мы требуем перемен. Нам нужны перемены. Наши сердца требуют перемен. Но перемен не будет без единства. А единство – это и есть перемены. Перемен требуют наши сердца. Слава России! Слава России! Слава России! Слава России!